В логистике в мае будет большое мероприятие, поддерживается Почта России и встает вопрос, как правильно специфицировать отрасль логистики и вот прозвучала уже... Отрась логистики чего? России пока, говорим по России Ну это разные же абсолютно, логистика металла это одно, логистика фарма это другое Мы пока говорим, в общем, у вас хорошо прозвучал момент особенности логистики в России Вы там о территории заговорили и так далее, и так далее Вот все-таки на ваш взгляд, три основные и главные особенности логистики в России Ну это не только у меня, а у Дениса, это первое наше расстояние Это климатический фактор и мне очень нравится карта России с плотностью населения Вот три фактора, от этого все пляшет Последний вопрос, тоже мне понравилась ваша речь и этот момент, что мы не использовали до этого наше расстояние То есть от этой поставки из Китая в Европу через нас Мы используем Да, сейчас это меняется Как вам кажется, вот сможем ли мы в ближайшие 5-6 лет поменять ситуацию? Начнем ли мы диктовать условия на фоне санкций? Диктовать условия, наверное, это не самый лучший подход Нет, ну, условно говоря, мы перекрыли шлагзам и ваши поезда не поменят Опять же, мое личное мнение в том, что мы должны исходить, вот чем сильно Феррера опять же То есть мы исходим, обычный принцип это выиграл-выиграл, то есть партнер-контрагент Мы идем 3 выиграл-выиграл, выиграл производитель, выиграл партнер, выиграл потребитель Вариант конфронтации и какого-то силового давления, это, наверное, неправильно Потому что никто не отменял то, что может идти все, как раньше шло через Индии Это наше конкурентное преимущество, которое должно нашим партнерам в Европе давать плюсы Тут лучше исходить из позитива, а не из того, что мы кому-то что-то закроем Потому что все эти санкции, с моей точки зрения, ну, наверное, это скорее в минус Европа та же говорит, и для России это плохо, все мы с вами это ощущаем Тут лучше выиграл-выиграл, а это наше конкурентное преимущество Спасибо большое, Максим